еще раз у нас не санаторий например олег виник здесь скорее всего играть не будет вы друзья ветер какой на улице а вы заметили вообще как быстро пролетел год около года назад мы записали первое интервью с дмитрием дубилетом и она кстати попала в топ-5 наших выпусков по количеству просмотров и вот сегодня мы делаем обзор бизнеса фитнес-клуба smart с который дмитрий открыл вместе с женой и партнерами вот он находится за моей спиной это нестандартное непривычное вам студийное интервью это именно обзор бизнеса изнутри если вам понравится а мы это увидим по вашим лайкам и конечно же комментариям то мы будем делать больше вот такого поэтому давайте побыстрее внутрь потому что на улице пока еще довольно холодно прежде чем зайдем хочу вас пригласить на мой мастер-класс который пройдет 2 апреля как вы знаете наша компания франч уже 17 лет занимается упаковкой франшиз создания франшиз а вот так вот да все 17 лет на страже классных франшиз и буду делать 2 апреля вебинар мастер-класс который называется франшиза без говна и палок 201 вебинар я делал в ноябре сделаю довольно редко но хочется делиться контентом о том как правильно создавать франшизу как запускать рекламировать как искать партнеров и так далее все подробности находятся в описании плюс здесь подсказочки приходите обязательно буду сильно вас ждать пообщаемся расскажу все что знаю о том как запускать франшизы бесплатно ну все погнали уже внутрь друзья у нас тут неожиданно появилась вторая сюжетная линия потому что буквально за сутки перед публикацией этого выпуска компания apple объявила анонсировала свою виртуальную карточку apple карты я конечно же не мог не задать дмитрию до билету пару вопросов но это все будет немножечко позже вы пока посмотрите сюжет смарт с ребят первый вопрос где код мне кажется код это символ всего что вы делаете в своих бизнесах но здесь его не вижу где код вообще причем именно физический сам кот я знаю сейчас где-то у чужих людей как не совсем у чужих не совсем чужих у директора клуба виктора нашего друга то есть вы видитесь да еще конечно конечно то есть история с котом здесь не будут продолжаться только на кофе только на кофе нарисовать можем кстати после после съемок попросить нам сделать капучино вот и можно капучино нарисовать кота у нас бариста участвовал чемпионате мира занятом 6 место по приготовлению кофе у нас очень вы не могли получше бариста найти 6 место из not good enough да расскажите об этом режиме бета-тестирования у вас на вывеске написано бета и вообще в основном это айтишная история как это используйте вы в своей компании в фитнес-клубе какие выводы вы уже сделали и какие знаю там проблемы помогли решить вам ваши клиенты значит общая идея следующая то есть все время когда мы запускали монобанк мы тоже запускались через режим бета но это логично до задним числом это кажется безумно логично но мы приняли решение то что мы запускаемся через режим бета буквально там последнюю ночь перед запуском вы думали слушайте все-таки есть такое ощущение что как бы не все у нас идеально как нам кажется давайте запустим через через режим бета и это получилось реально одно из лучших решений в истории монобанка особенно при запуске потому что ожидания клиентов другие ожидания клиентов то есть мы сказали смотрите как бы не все будет работать идеально самого начала если не все работало самого начала да то есть мы привлекли самых лояльных самых и там преданных наших клиентов которые готовы были прощать нам ошибки которые готовы были нам создавать советы как дел как делать продукт лучше. И, в принципе, до сих пор тот костяк 5-10 тысяч клиентов, которые являются и являлись нашими бета-пользователями в Монобанке, это наши самые лояльные клиенты, которые нам постоянно подсказывают, как можно становиться лучше. Это было безумно правильное решение. Когда мы запускали смарт-тест, мы сказали, смотрите, мы, конечно, не IT-продукт, здесь это совершенно другая, почти не IT-шная история. Поэтому, да, здесь мы решили тоже в бета-режиме запускаться. Но пока что тфу-тфу, оно идет примерно по той же траектории. То есть клиенты, у нас первые 250 клиентов, которые купили абонементы, они очень лояльно настроены. С другой стороны, они постоянно подсказывают, где можно что-то улучшить. Мы их очень внимательно слушаем и в таком режиме планируем работать еще месяц. А кому бы ты порекомендовал использовать этот режим бета? То есть кому это может пригодиться в оффлайн-бизнесе? Мне кажется, абсолютно всем, потому что на самом деле, когда запускаешь продукт, вечный вопрос, вот эта грань между перфекционизмом и концепцией MVP. То есть MVP говорит о том, что запускайся как можно раньше, начинай получать опыт как можно раньше. Но с другой стороны, это же значит, что ты будешь набивать шишки, причем как себе, так и клиентам. То есть нужно в какой-то момент наступить на горло своему перфекционизму и все-таки запуститься. И вот этот бета-режим, он может немножко сгладить вот этот переход. То есть когда и клиенты, и у всех правильное ожидание. А что вам подсказали уже бета-тестеры? Что вы планируете или уже изменили? На самом деле, огромное количество фидбэков мы получаем. Начиная от раздевалок, заканчивая температурой в залах. Ко всему этому прислушиваемся. Ну, например, когда мы начали использование, мы увидели, что не хватает каких-то полок в наших спортивных залах. Потому что люди ставили стаканы на пол и могли их разливать, потому что у нас там темно достаточно. Ну, какие-то такие вещи, которые изначально почему-то не подумал, не учел. А потом, когда начал пользоваться, видишь, как это правильно все делать. Но глобально у вас же педали с велотренажеров не отваливаются? Нет, нет. Глобально это уже абсолютно новый уровень. То есть даже сейчас это на две головы лучше, чем все, что есть в Киеве. Я вот по сравнению с вами максимально антифитнес-человек. И моя отговорка от посещения фитнес-клуба это нужно куда-то встать, через весь город поехать, позаниматься, потом поехать домой. То есть у меня вот такая антимотивация. Можно ли это как-то исправить и как это можно менять? Я тебе могу сказать, как это менять. Почему ты придумываешь отговорки? Потому что ты не получаешь удовольствия от процесса занятия спортом. И, собственно, одна из ключевых идей, по крайней мере, спортивной части этого клуба заключается в том, что, оказывается, существует формат, при котором от процесса занятия спортом можно получать реальное удовольствие. Два слова про мою историю, про нашу с Катей историю. Мы чуть больше года назад жили в Лондоне какое-то время. Там мы открыли для себя спортклубы нового поколения. Это клубы такого бытикового типа, которые пришли из Америки в Европу, начали в Лондоне открываться. И Катя тогда страшно зажглась идеей открыть что-то подобное в Киеве. И вот спустя год фактически мы здесь находимся. Вот я никогда не любил фитнес, я всегда находил отговорки какие-то, всегда искал повод, чтобы не пойти куда-то. Потому что для меня всегда был спорт неинтересный какой-то, но который полезный для фигуры или для здоровья. И игровой, который бессмысленный для здоровья, но зато интересный. А тут, оказывается, есть целый мир фитнеса, в котором ты можешь реально получать удовольствие от тренировок. И вот я когда это для себя открыл, я стал заниматься по 5-6 раз в неделю. Была бы воля, занимался бы по 12 раз в неделю, если бы было время. То есть настолько все по-другому здесь, ты даже не представляешь. Многие люди находят для себя отговорку, которая заключается в том, что нужно куда-то ехать, тратить время на логистику. На самом деле, я когда жила в Киеве, я не ходила никуда. Это тоже была моя отговорка. Я занималась дома. Спортом. Спортом, да. А здесь мы постарались создать комплекс, где ты реально можешь провести весь день. То есть у нас здесь вкусная, здоровая пища. Здесь можно сделать себе укладку. Здесь можно поработать. Одна из ключевых философий, ключевых концепций этого места заключается в том, что ЗОЖ – это не обязательно скучно, это не обязательно какие-то ограничения. В этот момент я должна показывать сюда. Да. То есть если ты ведешь здоровый образ жизни, то это не значит, что ты вообще не пьешь алкоголь. Но если ты уже пьешь алкоголь, почему бы не делать это в более здоровой опции, в более здоровой вариации? У нас очень тщательно проработанная коктейльная карта, таким образом, чтобы не класть сахар туда, не класть какие-то ингредиенты неправильные и так далее. И на следующее утро тебе не так плохо. Там это не имеет такого разрушительного влияния на твой организм, как в каких-то других барах, но при этом безумно вкусно. То есть в первую очередь это вкусно, а уже во вторую очередь это здорово. То же самое кухня. Кухня у нас получается одна из самых вкусных в Киеве, но при этом без сахара, при этом не жарим, при этом там какие-то такие вещи, которые очень… Жарят, но просто на правильном масле. Да, жарят, но на правильном масле. И получается безумно вкусно, но при этом, опять же, оно не имеет каких-то неправильных последствий для того организма. И вот эта философия, она проникает как бы красной нитью через весь клуб. А вы не боитесь, что глобально людей вот здесь будет всегда больше, чем вон там? Да слава богу. Итак, в чем ключевая фишка нашего спортивного клуба? В том, что мы взяли групповые занятия, вывели их на абсолютно новый уровень. Я думаю, что на примере этого зала можно понять, о чем идет речь. Первое – это освещение. В зависимости от стадии тренировки могут включаться свои режимы. А, ты это делаешь с iPad? Да. У тренера на руке телефон находится, с которым он переключает эти режимы. То есть, еще раз, ключевая идея заключается в том, что если откалибровать множество элементов, объединить их в одно целое, то получается абсолютно новый уровень групповой тренировки. Первое – это уникальное освещение, когда в зависимости от стадии тренировки могут включаться свои режимы освещения, в зависимости от тех целей, которые сейчас перед тобой стоят. То есть, в какой-то момент может, например, даже вот такая динамика включиться, там, секунд на 10-15, когда тебе нужно последний рывок сделать. И оно дает очень крутой эффект с точки зрения того, как ты занимаешь спортом. Извини, но этим управляет человек? Этим управляет человек. Тренер. Тренер, да. Он же диджей. Второе – это музыка. То есть, у нас здесь в каждом зале стоит крутая аппаратура, которая создает полный эффект вот этого ночного клуба. Давай включим. То есть, обычно это происходит в достаточно громкой обстановке. И, представь себе, тренер надевает наушники и начинает управлять публикой. И начинается занятие. То есть, роль тренера заключается в том, чтобы быть не только профессиональным, суперкрутым инструктором, но и в том, чтобы зажигать людей, в том, чтобы вести их за собой, в том, чтобы их вдохновлять на тот самый последний рывок, который имеет значение. Он работает с микрофоном. В основном, он достаточно громко говорит, кричит. И, как бы, в комплексе это все дает тот самый эффект, благодаря которому ты получаешь настоящее удовольствие от спорта. То есть, вот это, именно вот эта фишка, как бы, в свое время поразила нас в Лондоне. Наверное, нужно выключать, потому что он будет плотно слышно, да? А музыку как вы? Специально подбирали или где-то качали? Я не знаю. Мы изначально вообще думали писать эту всю историю с диджеями, но не получилось, потому что очень важно, чтобы тренера самого качала его музыка. То есть, если он не проникается тем музыкальным рядом, который его сопровождает, то он, соответственно, не может зарядить этим и тренируется. У нас есть определенные стандарты музыкальные, то есть, какой должна быть музыка для того, чтобы быть эффективной. И на эти стандарты тренер накладывает свою музыку. Ключевой стандарт по жанру музыки, по ее ритмике, по, там, какое количество битов в минуту происходит. Ну, там, например, Олег Винник здесь, скорее всего, играть не будет. Простите, Олег, простите. Да, ну, при всем уважении к Олегу. Олег, если смотришь, привет. Это музыка, которую ты можешь услышать в ночных клубах. Ну, и вообще, как бы, здесь атмосфера очень похожа на ночной клуб. То есть, когда громкая музыка, когда тренер правильный, когда правильное освещение, создается непередаваемая энергетика, которая заставляет тебя получать удовольствие от спорта. Ну, вот, например, давайте расскажем на примере вот этого зала. Что у нас здесь происходит? У нас, это наша авторская тренировка, называется Climb. Половину времени ты работаешь на кардио-тренажерах, которые называются VersiClimber. Кстати, интересная история. В Лондоне мы впервые увидели эти тренажеры, стали первым клубом в Украине, кто его завез сюда. В Лондоне на эти классы вообще невозможно записаться. Эти тренажеры, они как бы имитируют то, что ты лезешь по скалолазанию. Они очень круто на кор, очень круто на руки, нету нагрузки на колени. И на вот этой тренировке ты половину времени работаешь на этом тренажере, половину времени работаешь с весами на полу, на силовых станциях. Всего 45 минут идет тренировка, и ты 6 минут тут, 6 минут тут, 6 минут тут, 6 минут тут. И получается, что это такая идеальная комбинация между кардио-нагрузкой, когда есть там задача, я не знаю, там сбросить вес или просто лучше, не знаю, там сосуды себе прокачать и нарост мышц. То есть между кардио и тренингом для мышц. А вы за пульсом следите и используете пульсометра? За пульсом мы не следим, то есть у нас как бы тренер следит просто за тем, чтобы не было перегруза. Опять же, из опыта в Лондоне, в Лондоне никто так не делает. То есть люди не падают? Нет, люди не падают. Дим, некоторое время назад мы записывали сюжет в клубе No Limits. Там практически все тренажеры автоматизированы, они сами следят за состоянием занимающихся. И в случае чего, если есть шанс, что будет нанесен вред его здоровью, упражнениям, они сразу же останавливаются. То есть они такие автоматизированные, айтишная система, которая тоже через айпад управляется, но она более продвинутая. А у вас здесь получаются просто обычные железяки, используя их, за пульсом не следят. Смотри, я считаю, что айтишность должна выражаться в первую очередь в бизнес-процессах. Не в компьютеризации тренажеров. Не в том, что куча каких-то айтишных фишек торчит наружу и мешает наслаждаться сутью продукта. То, что ты описал, прости, пожалуйста, звучит как пати-киллер. Чего? А, в смысле совсем не весело, да? Ну, да. То есть на самом деле айтишность, она жутко важна. В любом бизнесе безумно важны информационные технологии. Но эта айтишность, она должна выражаться в первую очередь в правильных бизнес-процессах. То есть когда ты заходишь, и ты не замечаешь здесь никаких айтиштучек, но оно эффективно работает благодаря тому, что есть серьезная айти-основа, в том числе, которую не видит клиент. В том, насколько безукоризненно работает мобильное приложение, веб-сайт, чтобы все заказы в ресторане вовремя приходили, в том, чтобы на планшете там вовремя переключались звуковые какие-то режимы или световая музыка и так далее. Вот. То есть вот это, конечно, безумно важно. И найти мы потратили здесь очень много энергии и очень много времени. Но вот эти всякие айтишники, они скорее, знаешь, как таких для гиков, и получается, что это может быть такой нишевой историей, которая будет убивать ту самую энергетику, как правильно говорит Катя. Кроме того, тренировки таким образом построены, чтобы человек приобретал свою лучшую форму. Если ты должен весить, предположим, 60 килограмм, благодаря этим тренировкам ты будешь весить 60 килограмм. Ты будешь своей лучшей физической формой. А вы каким-то образом планируете контролировать процесс превращения в эту идеальную форму? Нет. А, то есть сходи, занимайся без пульсометров? Да, да, конечно же. То есть еще раз, у нас не санатории. Смотри, есть какая-то грань между санаторием и местом, где ты круто проводишь время, занимаешься спортом и приходишь в классную форму. Вот санатории – это всякие пульсометры, это весы, это какой-то диетолог, который тебя делает, какие-то измерения и так далее. У нас не об этом. Вот мы с Катей не обсуждали, там, не знаю, мы на весы не становились уже несколько лет. Потому что нам все равно, сколько мы весим, потому что мы занимаемся спортом, ну и какой-то вес там получается. Здесь очень важна вот эта грань, чтобы не перейти в этот санаторий. Катя дизайнер, она, получается, бросила свою предыдущую работу? Не бросила, я логично перешла из одного бизнеса в другой. Ты же, я так понимаю, ранее не управляла фитнес-клубом? Никогда не управляла фитнес-клубом, управляла только студией и мужем. И котом с собакой. Котом с собакой, да. Кот с собакой, конечно, недолго у нас продержались. Мы в эфире-то не говорим. Да, я забыла. Они переехали к бабушке, да? На ферму, да. Ты чего? Дим, все хорошо. Собака живет у одного, нашего друга в конче-заспе. Условия гораздо лучше, чем у нас мы никогда не было. Чем мы могли предложить, да. Да, и в какой-то момент я поехал погостить и просто отказался возвращаться. А кот, опять же, из-за постоянных наших переездов, временно переехал к нашему другому другу, директору этого фитнес-клуба. То есть дизайн мы уже оценили, очень крутой. Я так понимаю, что по большей части это твоя работа. Моя работа. Не в основном, а все просто. Ну, только что Катя не стояла здесь с молотком, да? Стояла иногда. Серьезно? Да, конечно. Экономили на чем могли, да? В какой-то момент, да. Ты знаешь, когда я смотрю на бюджет нашего клуба, нет, нельзя сказать, что мы экономили на чем могли. Ты в одном интервью говорил, что вот это все обошлось примерно в миллион долларов. И ты также говорил о том, что вы, возможно, планируете развивать это в сетевом формате, в формате франшизы. У меня вопрос, вот как проекты за миллион долларов можно развивать в сетевом формате? Я сказал, что мы рассматриваем эту возможность, потому что на самом деле действительно есть истории, которые могут стать сетевыми, есть истории, которые не могут стать сетевыми. И мы еще однозначно не понимаем, может ли эта история стать сетевой. Вообще слово сетевой, прилагательность сетевой имеет какую-то такую полунегативную коннотацию, потому что сетевой это, знаешь, какой-то массовый, без души и так далее. Поэтому сейчас весь наш фокус находится именно на этом клубе. Через полгода мы поймем, насколько это можно масштабировать, потому что, конечно же, там предложение о франшизе поступает нон-стоп, причем как по Украине, так и за рубежа. Возможно, мы когда-нибудь на это придем, но, скорее всего, если мы примем решение, что в Украине эта история может масштабироваться, мы, скорее всего, сами попробуем. Ты же знаешь, кому звонить, кому писать, если будешь делать франшизу. Я, кстати, когда слышу слово франшиза, я только понимаю, что только к вам. Я тоже, когда слышу банк, всегда думаю, моно. Отлично. А вот, собственно, человек, у которого живет наш кот. Блестяще. Это было лучшее камео. Лучшая эпизодическая роль второго плана. Привет, коту. Спасибо. Которому из них. У Виктора два кота живет, на самом деле. Который считается, что вам, по легенде, отдал Дима на хранение. Да, это хороший. Считается, кот у нас у меня еще предыдущий. Кот белый. Предыдущий. А он вам всех котов отдает? Нет, он мой. Он самостоятельно появился. Но он дурацкий. Такой себе. Ну, кстати, Виктор, управляющий всем всей этой историей. Виктор директор. Помимо содержания кота вашего. Еще тут чем-то занимается. Одна из наших звезд. Андрей. Вы звезда? Конечно. МС как? Андрей. МС Андрюха. Так, хорошо. Я так понимаю, миллиона хватило только на веревки? Нет, не только на веревки. Если ты оглянешься, то увидишь, что здесь есть гораздо больше, чем веревки. На самом деле, это самый разнообразный зал с точки зрения количества оборудования, которое здесь находится. Здесь мы проводим круговые тренировки. Допустим, 8 станций. В течение 45 минут ты переходишь от станции к станции и прорабатываешь таким образом различные группы мышц со свободной траекторией, с свободными весами и так далее. Я тебе могу дать, например, наш слэмбол. Мишленовский. Мишленовский? Ну, почти мишленовский. То есть роль этого снаряда заключается в том, чтобы прорабатывать верхнюю часть тела. И ты должен со всей дури бить его в пол. Можешь попробовать, отличное чувство. Вот смотри, когда ты приседаешь, колени должны быть прямые, не над носками. Таз чуть назад, спина прямая. Берешь, берешь, поднимаешь со всей дури вниз. Ну, со всей дури прямо. Если ты так по минуту поработаешь, то ты прочувствуешь, как у тебя плечи хорошо прокачиваются. Оператора не зашибе, осторожно. Дима, а нормально вообще в современном клубе в 2019 году вот такие вот гири, которыми, не знаю, мне кажется, пользовались еще наши дедушки? Я чувствую по характеру твоих вопросов несколько разочарован. Потому что ты, наверное, ожидал, что здесь будет LCD-экран какой-то. Опять же, пульсометр, который сюда встроен. Ну, к сожалению, нет. Это старая добрая гиря, просто более стильная, более красивая, чем у наших дедушек. Это зал сайкла. Здесь получился, наверное, самый интересный формат освещения. Получился настоящий арт-объект, который Катя создала. В зависимости от стадии тренировки, опять же, могут включаться свои режимы освещения. Все тренирующиеся находятся в полутьме. В свете оказывается только наша звезда Марина. Да. И под музыку люди валят в течение 45 минут. Валят. Если честно, валят. Это, кстати, один из ключевых глаголов, который мы здесь употребляем. Потому что валить может музыка, валить может... Ты можешь валить во время... То есть валить, качать, это все по смарт-с. То есть немножко вот эта терминология действительно, опять же, с ночным клубом чуть пересекается. И я скажу откровенно, до какого-то момента я не понимал, в чем может быть прикол сайкла. Пока не попробовал впервые это в Лондоне. Оказалось настолько круто и настолько весело, может быть. То есть, с одной стороны, это потрясающая кардионагрузка. Но, с другой стороны, 45 минут пролетает просто как одно мгновение. Потому что непередаваемая вот эта энергетика заставляет тебя получать удовольствие от самого процесса. Скоро у нас откроется приложение, которое разрабатывал Дмитрий. Можно будет заранее перед тренировкой заказать себе, предположим, протеиновый коктейль. То есть ты заканчиваешь последнюю милю на своем велотренажере, спускаешься... Спускаешься, и тебе вручают стаканчик. Я могу сказать, что вообще, когда мы начали делать этот проект, мы себе артикулировали, что у нас есть проблема. Потому что, когда мы работали в приватбанке, или сейчас, когда мы работаем над монобанком, шлифование IT-продукта – это какой-то постоянный процесс. То есть постоянно у тебя команда разработчиков, которая постоянно выкатывает новые фичи, и ты постоянно в них инвестируешь. И мы себе все время сказали о том, что, смотри, этот проект – это в том числе, конечно, IT-часть важная, но нужно в какой-то момент остановиться. То есть нужно перестать постоянно выкатывать новые фичи, постоянно что-то развивать, потому что все-таки это про спорт, это про Infinity, а не про IT-ар kingdom. Это не про мобильное приложение. Но я могу сразу сказать, что у нас не получилось. То есть все равно вот это желание постоянно дорабатывать какие-то новые фичи, и постоянно улучшать юзабилити, постоянно улучшать какие-то шрифты и так далее, оно абсолютно непреодолимо. Поэтому здесь у нас достаточно много сил и денег мы положили на IT-составляющие этого проекта. Так команда другая или монобанковская? Команда другая. Монобанковские ребята нам помогают. Иногда я их прошу совета, но я пытаюсь их не отвлекать от самой работы, потому что, конечно же, очень много работы и по монобанку, и по другим проектам. Но здесь и мобильное приложение, которое скоро выйдет. Есть ключевая идея. С одной стороны, очень легко можно бронировать тренировки, просматривать свою историю. А вторая часть будет ресторан. Это будет интересная фишка. То есть ты сможешь не ждать официанта, пока он тебе принесет счет, а просто ввести номер своего столика и в пару нажатий расплатиться. Или на витрине ты можешь просто просканировать продукты, забрать продукты и уйти. Насчет нейминга. Смарт-с. Чувствуется в этом провокация. Кто, кстати, придумал название? Витя Глоченко. Наш директор. Властелин котов. Мы пытаемся юмора достаточно много где использовать. И вот Виктор в этом плане абсолютно уникальный человек. То есть я могу к нему подойти и сказать, Виктор, мне нужна щепотка юмора в этом месте. И он просто сходу, не задумываясь, начинает выдавать какие-то варианты. Реально, каждый острый ум не другого, и мы выбираем какую-то прикольную. А где он работал до этого? Он работал в спортивном бизнесе. Он работал в приватбанке, работал, кстати, одно время. Ну, кто там не работал? У меня жена там, например, работала. Супер. Супер, сказал бы я еще недавно. А сейчас я не знаю, почему я сказал супер по привычке. Да, у меня отец тоже когда-то работал. Вообще, как бы, я знаю двоих людей, у которых одни из самых остроумных текстов в Фейсбуке, на которых я подписывал. Один из них это Виктор Гущенко. А второй кто? Юра Кошмарченко. Юра, если смотришь этот сюжет, передай тебе привет. Я считаю, что для того, чтобы создать бренд, который действительно любят, должен быть небольшой процент людей, которые его ненавидят или которые с ним не согласны. То есть, условно говоря, там, назваться фитнес-студия на Жилянской, там, условно говоря, ну, никого это не будет раздражать, но и любовь это не вызовет. Поэтому, как бы, нужно делать какие-то вещи, которые, да, они не все могут это понять, но, с другой стороны, именно такие вещи вызывают любовь. У всех брендов, которые являются горячо любыми, любимыми в народе, там, или в каких-то отдельных сегментах, всегда есть группа хейтеров, которые их не любят. Поэтому здесь примеры то же самое. То есть, название выбрано таким образом, что да, не все соглашаются. Смарт-с переводится с английского вообще умный, хитроумный. Наши клиенты, наши гости это умники. Не, ну, здесь удачно. Приведи свой с в форму. Ну, смотри, мы, как бы, не, по крайней мере, мы в своих коммуникациях слово с и слово задница не используем. То есть, каждый может додумать, но с английского это переводится именно как умник. Поэтому получилось такое название. Я знаю, ты недавно познакомился с Андреем Федеревым, и его компания Федерев помогает тебе с маркетингом в Великобритании для проекта Кола, для банка. Как тебе кажется вообще, это правильная идея брать украинскую... Кажется, кажется. Это Камел было. Двойник Димы до билета. Ничего себе, у него есть двойник. Друзья, я немножко позже вам объясню, что на самом деле происходит у нас здесь сейчас. Так вот, как тебе кажется, насколько это правильная идея брать компанию из другого рынка, иностранцев, по сути, чтобы они помогали тебе с продвижением на другом рынке? Я считаю, что да. Сейчас объясню, почему. Потому что, с одной стороны, да, он как бы не работает на этом рынке. Но, с другой стороны, мы с ним, как бы, наши команды одинаковые по менталитету. То есть, на самом деле, между британцами и украинцами просто пропасть с точки зрения менталитета, с точки зрения бизнес-этики, с точки зрения бизнес-коммуникации и так далее. Когда ты работаешь с командами, которые с тобой на одной волне, это очень большая ценность. И, в моем понимании, эта ценность гораздо большая, чем, там, возможно, то, что он бы лучше ориентировался в рынке. С другой стороны, он смог свежим взглядом посмотреть на этот рынок. То есть, какие-то вещи, которые британцы бы нам не сказали, потому что для них это очевидно, они, украинцы, нам сделают на них акцент и расскажут более подробно. Именно потому, что, ну, то есть, для них и для нас это что-то непривычное. Ну, кто бы мог подумать, что у британских банков проблема, я не знаю, там, с выпиской, которая обновляется в режиме реального времени, условно говоря. То есть, реально, им не приходят пуш-уведомления или смс-ки после каждой транзакции, потому что выписка обновляется с отставанием 2 дня, в основном, в британских банках. Как статистика на YouTube. Да-да-да. Ну, и, условно говоря, там, я могу себе представить, что какое-нибудь британское агентство даже об этом не задумается, а он точно так же скажет, да, вы представляете, там, выписка не обновляется мгновенно, как у нас в Украине. И мы будем обсуждать, как, в том числе, это использовать. То есть, у них, например, со счета случайно списывается 1000 фунтов, и они узнают об этом только через 2 дня? Ну, это зависит от характера транзакции, но да, там очень много банков, особенно большие банки. Вообще, 80% рынка карт открыто в 4 банках крупнейших в Британии. И у них, так называемые, легоси-системы. То есть, они старые, они не поддаются каким-либо реформам. Вечное стенание британцев по поводу неуклюжести их банков, их банковской системы. То есть, они вас там, теоретически, очень сильно ждут? Мы очень на это рассчитываем. На самом деле, все банкиры, они постоянно находятся в напряжении по поводу не того, что банк в соседней улице начнет откусывать их рынок, а по поводу того, что такие ребята, как Apple, Google, PayPal, Facebook будут входить на банковский рынок. Ну, добро пожаловать в глобализированный мир. Как это вам помешает или не помешает? То есть, для вас это большой конкурент будущий, да? Конечно. Значит ли это, что люди с айфонами теперь не будут пользоваться, со временем не будут пользоваться услугами таких компаний, как Monobank, Cota и так далее? Я думаю, что в перспективе 5 лет это серьезная угроза. То есть, я не думаю, что Apple быстро зайдет на украинский рынок. Вообще, непонятно, в течение какого времени он зайдет. То есть, хотя бы посмотреть на то, как много времени у Apple ушло на то, чтобы запустить здесь элементарный iTunes. Если ты застал айфон в 2011 году, сколько популярных было приложений фонариков? Белка. Да. Сколько было популярных приложений фонариков в App Store? Сейчас ни одного, потому что Apple это внедрил, это просто уже бессмысленно качать или иное приложение. Ты извини за сравнение, но это примерно Monobank и другие, возможно, будут такими фонариками. Ну, вполне может быть, вполне может быть, но, с другой стороны, все-таки банковское обслуживание, оно гораздо более сложное, чем расплатиться картой, чем сделать перевод, чем сделать красивый чарт по твоим тратам. То есть, я думаю, что еще очень-очень долго будет оставаться много ниш, которые могут занимать банки. Я уже не говорю о том, что то, на чем банки непосредственно зарабатывают, на кредитовании, кредитовании такой суперлокальный продукт, и для того, чтобы запустить именно кредитный продукт в той же Украине, нужно проделать какую-то очень большую работу. Мне очень сложно себе представить, что Apple с Goldman будут в Украине проделывать какую-то работу по запуску именно кредитного продукта. Поэтому я бы сказал, что Украина в относительной безопасности на ближайшие 5 лет так точно. А вот то, что касается западных рынков, конечно, тут все гораздо более интересно и сложно. Ты сейчас в Лондон летишь, то есть, кота это коснется быстрее гораздо, чем Monobank? Я думаю, что в Англии они еще год-два тоже не будут запускаться. Но, конечно, в Лондоне они скорее запустят, чем в Киеве. Более того, у нас были такие общие планы, что в какой-то момент мы могли бы выйти теоретически на американский рынок. Мы понимаем, что, конечно, сейчас таким игроком выйти на американский рынок будет сложнее. Вообще интересно то, что они запустили. На карте вообще нет номера. На самом деле в правилах Visa и MasterCard очень четко написано, что на карте должен быть номер. И то, что Apple запустил карту без номера, это значит, что для них сделали исключение. Мы уже сегодня подаем документы в Visa и MasterCard для того, чтобы нам тоже сделали исключение. То есть, если Apple можно, то разрешите нам тоже. Ну, то есть, ты спал сегодня спокойно? Спал сегодня спокойно. Как убитый. Как убитый горем. Ты планируешь делать какие-то проекты в сотрудничестве с Игорем Коломойским или приглашать его в уже существующее? Не планирую. Ну, вернее, сложно ответить да или нет. Потому что, когда говоришь не планирую, типа, как ты не планируешь, отрезаешь. Ну, то есть, я его очень близко не знаю. Мой отец, конечно, его знает ближе. А я как член нашей семьи, соответственно, через него. А у тебя есть вообще политические амбиции? Потому что сейчас на политическую арену выходят новые ребята, тот же Зеленский, например. Я про политику вообще стараюсь как бы не высказываться, потому что, ну, то есть, я считаю, что нужно быть нейтральным. Вот. Но я сделаю общее замечание. Я считаю, что ключевая беда нашей политики заключается в том, что очень много, скажем так, морали, которая можно охарактеризовать выражением цель оправдывает средства. То есть, словно говоря, очень много людей, которые у нас при власти, они говорят, конечно, мы воруем. Но мы же воруем ради более высокой цели. Я же там здесь 14 часов в день работаю. Я же там на благо Украины тружусь. Поэтому то, что там где-то я сворую, это для благой цели. В том числе для того, чтобы я сотрудникам, не знаю, своей команды платил больше зарплаты. Потому что мы вместе работаем на благо Украины. И вот эта двойная мораль, я считаю, что от нее все наши беды. Не от качества управления, не от того, насколько ты профессиональный менеджер, не от того, насколько, не знаю, у тебя развиты навыки, soft skills, hard skills и так далее. Вот мораль – это 90% успеха. Поэтому я считаю, что когда ты смотришь на кандидата, первый, второй и третий критерий, по которому его нужно оценивать – это мораль. Это система его моральных ценностей. А уже все остальное – это вторично. Ну, а ты бы себя видел в политике через какое-то время, например? В долгосрочной перспективе я этого не исключаю. Но пока что все мои мысли на бизнесе, то есть на то, чтобы развивать монобанк, на то, чтобы развивать смарт-эс, на то, чтобы развивать какие-то другие бизнесы, которые у нас есть. Потому что я считаю, что для того, чтобы идти в политику, нужно а – достаточно заработать, чтобы тебя ничего не отвлекало, и б – реализоваться, самореализоваться как менеджер, как бизнесмен. Потому что если ты не создал что-то стоящее самостоятельно, ну, как ты можешь идти и управлять страной? Как тебе кажется, уже пришло время для новых людей в политике? Время пришло давным-давно. В 91-м году пришло это время, просто оно никак не реализуется. Когда должны прийти, наконец, нормальные люди. Пока что, к сожалению, с властью нам до последнего времени не везло. Ну, может быть, что-то изменится, посмотрим. А я вот записывал интервью с Владиславом Четкиным, «Розетка», и он говорил, что по сравнению с предыдущей властью, там, до 2014 года, стало как-то, ну, легче работать, вроде прозрачнее все, то есть есть какой-то прогресс. Нет, так есть прогресс, и прогресс будет всегда. Потому что, там, кто бы ни находился у власти, все равно, как бы, гражданское общество становится сильнее. Все равно появляются какие-то технологии. Все равно за счет глобализации люди видят, что происходит вокруг, и они, как бы, начинают более трезво осмысливать, переосмысливать какие-то вещи, которые делают власть. И у власти часто просто нет выбора, кроме как поддаваться на эти направления. Всегда есть, конечно же, фактор давления каких-то внешних игроков, под давлением которых проводятся какие-то реформы. Поэтому, да, безусловно, прогресс есть. Но потенциал намного-намного больше, и это, конечно, главная трагедия нашей страны. Так, все-таки про политику говорим. Но это жизнь, потому что ты все равно здесь работаешь, но в украинском рынке ты развиваешь, запустил здесь клуб Smart S, и ты должен быть уверен, что его не отожмут, что не будут вставлять палки в колеса бизнеса. Если бы Украина была уже хотя бы как Польша, то, условно говоря, там, я не знаю, там наша команда была бы, если не миллиардерами, это мультимиллионерами. Потому что такой проект как Monobank, ну, то есть он бы имел свою рыночную ценность. У нас были фондовые рынки, на которые мы могли бы открыть, выйти с этим продуктом. У нас были, не знаю, там, вечерные фонды. А у нас ничего этого нету. Миша, Миш, Миш, на камеру выйдешь, скажешь привет. Знакомьтесь, пожалуйста. Я Рома. Привет, я Миш. Кстати, смешная история. Можешь рассказать, как тебя в Британии называют все Миш? Из-за того, что Дима все время говорит Миш, 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 наши британские коллеги уверены, что так меня и забудут. Миш. Миш, а чем ты вот здесь занимаешься? То есть что, сидишь, кайфуешь, там, кушаешь? Нет, я вот, пока вы развлекались, я кофе готовил. Для клиентов? Для себя. А, нет, нет, вру. Я приготовил Диме там капучино и даже нарисовал там что-то похожее на лицо. Да? У меня на самом деле есть. Это ты там в монобанке иконки рисуешь? Нет, у меня была такая большая мечта иметь свой бар. И я теперь здесь учусь, ну, начинаю как бы протираю стаканы, варю кофе, начинаю с чего-то простого. Но потом, может быть, мне дадут делать коктейли для гостей. Миш, давай, пока Дима отошел быстро, как ты вообще относишься ко всей этой авантюре? Так как, я в восторге. Я бы не участвовал в ней, если бы... Но это ж они ЗОЖ-гики, а не ты. Они ЗОЖ-гики, да, я не ЗОЖ-гик. Ну, на самом деле, они меня в Лондоне подсадили на эти клубы, да. Почему я большой фанат, там есть такой клуб, который на боксе, вот наш зал бокса, вот он им как бы вдохновлен. Я хожу, в принципе, почти исключительно туда, потому что я не очень люблю велосипед. Вот, но... Вот, вот это вот по... Без риска получить в глаз, помутузить мешок, супер. Так, это бокс, друзья. Опять же, представьте себе, непередаваемая атмосфера, светомузыка, которая в зависимости от стадии тренировки, музыка, тренер, он же диджеевый, он же ММС. Атмосфера непередаваемая. Значит, что происходит конкретно в этом зале? Смотрите, здесь 50% времени работаешь с мешком, мы тебе выдаем перчатки. Тренер, который имеет отношение к боксу, помимо того, что он фитнес-инструктор, он тебе ставит технику. Это очень круто на твой пресс, на твоих руках сказывается. Еще 50% времени ты работаешь рядом с мешком, со своим весом или с гантелями. Получается, опять же, это в первую очередь про фитнес, но в формате бокса. Безумно популярный класс, то есть вот мы сейчас запустили в тестовом режиме, на боксерские классы сложнее всего записаться. Кстати, 50% кто сюда ходит, это девушки. Девушкам безумно это нравится, потому что и фитнес-эффект очень крутой, и с эмоциональной точки зрения тоже очень круто. Да, 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 очень весело, очень круто получается. И вот представь себе музыка, освещение, тренер, ну это непередаваемое. Ради чего это все? Вот ради чего мы все это делаем? Ну, прибыль, она, конечно же, тоже важна. И если мы гонем инвестиции, через 2 года как мы планируем, мы будем довольны, но самое главное это счастливые клиенты. Это просто непередаваемое ощущение. Вот я стою на рецепции, и выходят клиенты после тренировки. Они такие счастливые, они говорят, вы не понимаете, я полюбил спорт, я полюбила спорт, я никогда в жизни не получал такого удовольствия от тренировок. И вот на самом деле, ради вот этих эмоций, когда ты общаешься с счастливыми клиентами, вот это ключевой момент, почему мы это делаем. А они точно с фитнеса выходят, а не из ресторана? Именно из фитнеса, именно из фитнеса. Из ресторана просто более довольны. Смотрите, у нас проблемы в Украине. На Западе регулярно занимаются спортом процентов 15-20 человек по статистике. В Украине всего 3%. С одной стороны, конечно же, это, к сожалению, следствие того, что у нас народ более бедный. Но с другой стороны, это вопрос культуры. И вот эту культуру нужно развивать. Ну, Smartest это более премиальный такой клуб, но точно выше среднего. Здесь одно занятие стоит 350 гривен. Нет ли у вас стрёма из-за того, что люди не пойдут и не поверят в этот продукт? Ну, конечно, есть. Не, ну, подожди. Всегда, когда ты запускаешь бизнес, всегда есть стрёма о том, что что-то может не получиться. Когда мы запускали Monobank, мы переживали, что мы запустимся, ничего не будет. Ну, то есть, конечно же, всегда находишь 10 тысяч поводов, по которым можно попереживать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это настолько новый уровень, настолько то, чего никогда не было в Украине, что мы уверены, что свой покупатель найдет. То есть вы готовы рисковать ради этого? Ну, риск. Любой бизнес – это риск, конечно же. Довольно большими деньгами? Конечно. Это большие деньги. Это большие деньги. Достаточно большая ставка для нас, но мы убеждены, что она оправдается. Я где-то в статье читал, что вы практически все свои деньги вложили в этот бизнес. Да, так получилось, что у нас мало денег осталось. Может, нужна работа? Что-что? Ну, здесь и работаем. Да, я пока работаю за еду, поэтому… Facebook уже в прошедшем времени. То есть ничего не поделаешь. То есть так обидно. 120 тысяч холлеров, читателей, и Facebook через свои вот эти странные приоритеты делает так, что очень небольшой процент людей видит публикацию. Смотри. Facebook – 120 тысяч, Instagram – 25 тысяч, Telegram – 36 тысяч. И с точки зрения эффективности, Telegram и Instagram уже в 2-3-4 раза эффективнее, чем Facebook с точки зрения отклика и охвата. Просто невероятно, что Facebook сделал со своей лентой. Ну, то есть обидно, потому что… Ну, то есть я очень много работал над Facebook, и вот все это фактически в трубу. Ну, не все в трубу. То есть, к счастью, там есть еще читатели, которые читают, и я продолжаю туда писать, но гораздо меньше отклик. То есть, условно говоря, там пост на 5000 лайков – это было, ну, если не рутинно, то раз в несколько недель получалось. А последний раз у меня пост на 5000 лайков был, не знаю, когда, полгода назад. Раз. Я в телевизоре, в YouTube. Я сегодня запустил свой влог. Подписывайтесь на мой влог. Я очень много путешествую. Я постоянно вовлечен в Smart S, Monobank, в Kota. Так а что ты делаешь в Monobank? Ты представляешь, что ты делаешь в Monobank? Что я делаю в Monobank? Давай, если можно, короткую, быструю-быструю справку про нашу команду. Это очень важно, на самом деле. Смотри. Очень важно понимать, что, ну, там, так получилось, что просто, там, у меня в блоге какое-то количество фолловеров, и Monobank иногда ассоциирует со мной. Но у нас есть команда. Есть Миша Рогальский, есть Олег Гороховский, есть мой отец Александр Дубилет. Есть еще несколько партнеров, то есть каждый из которых привносит, ну, как минимум, не меньше, чем я в проект. Это очень важно, чтобы все понимали. Вот. Поэтому, там, когда ты говоришь, что ты делаешь в Monobank, или что ты делаешь в Monobank, очень сложно сказать, потому что мы оунеры, собственники. Мы делаем все. Не знаю, там, мы делаем дизайн, мы пишем тексты. У нас такой немножко, как это, четырехглавый SEO. Вот. То есть у нас нету разделения, мы не стали делить на... На зоны. На зоны. Там, ты за финансы, ты за маркетинг, ты за продукт. А это вообще не мешает, потому что, насколько я знаю, во всех крупных компаниях есть четкое разделение по зонам ответственности. CFO, там, CMO и так далее. Во-первых, мы, к счастью, не крупная компания. То есть мы крупная с точки зрения бренда, с точки зрения количества клиентов, но, к счастью, тот коллектив, который работает над этим, он абсолютно не крупный. Так вот, да, ты спрашивал, не мешает ли это? И как это, почему это работает? Это необычно. То есть я не думаю, что это... Но в привате же не так было. Нет, в привате не так было. Но частично так. Ну, подожди. Подожди, все равно в привате был Александр Валерьевич, который имел последнее слово. И, конечно, были дискуссии, конечно, прислушивался к мнению всех, кто участвовал в дискуссии, но за ним было последнее слово. Здесь не так. Здесь как бы у нас... Как это называется? Холократия? Меритократия. 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 Супер. Ну, здесь мы в спорах и... В драках. В дискуссиях и в драках добиваемся общего мнения по какому-то вопросу. И только тогда мы движемся вперед. И это, конечно, может быть. И где-то делает принятие решения не таким быстрым, но зато позволяет избегать многих ошибок. Так как вы смогли перестроиться, потому что команда, по сути, та же осталась и авторитет у людей не изменился? На самом деле, при том, что действительно в PrivatBank последнее слово было за Александром Валерьевичем, но в Privat тоже всегда была абсолютно уникальная управленческая культура. Она заключалась в том, что многие менеджеры занимались многим. Словно говоря, я был IT-директором, но условно... Да, Миша был главой по платежам, по платежному блоку. Но это не значит, что я принимал такое же активное участие в депозитах, как и Миша мог бы принимать. А Олег Гороховский у нас отвечал в том числе за депозиты. Конечно, он в основном и занимался, но он в том числе и в IT хорошо шарит. И поэтому мы с ним обсуждали какие-то IT-системы. То есть вот такая макароновидная немножко структура, в которой все занимаются всем, она у нас частично была и в Privat сделана. Здесь она, конечно, совсем апогея достигла, потому что еще теперь отсутствует человек, за которым последнее слово. То есть это только от команды, от людей зависит? Или это можно повторить? Не-не, я не думаю, что это абсолютно не реплицируемо, да. Никому не рекомендуем, не повторяйте это дома. То есть это ваш какой-то монобанк-стайл управления, да? Да. Потом мы выйдем на пенсию, будем книги об этом писать. Я еще книгу тоже пишу, кстати. Опять же, не знаю, сколько у вас ролик будет готовиться. Меньше года? Дим, когда надо, тогда и выпустим. Вот, я надеюсь, что где-то через год выпущу книгу на английском языке про флаги. Что такое? Мы знаем, это твое увлечение, но оно такое очень специфическое. Это безумно интересно. Это очень интересное. Понимаю. Миш, ты сказал, что запустил свой канал, а зачем он тебе? Я несколько делал подходов в станку, как бы имея пример Димы и Олега, и к Фейсбуку, и к Инстаграму. Но письменный жанр не мой. Я люблю рассказывать истории, а как только нужно изложить это на бумагу, я впадаю в какое-то совершенно необъяснимое такое состояние, когда мне оно кажется каким-то... То есть, я либо воду лью, либо оно кажется мне каким-то... В общем, я долго потом смотрю на этот текст и не решаюсь его опубликовать. И в итоге я решил, что текст это не мое. Я даже в прошлом году устроил себе челлендж, что я должен каждый день, в течение 30 дней, писать по одному посту в Фейсбук. Потому что я смотрел видео на ТЭТ, что если 30 дней делать что-то, оно войдет тебе в привычку. Я 30 дней делал и прям перекрестился, когда это закончилось. Я сказал, фух. Я даже сделал пари, что если я не сделаю, если я не выполню, я отправлю 10 тысяч на благотворительность. Гривен? Гривен, да. Я не сделал. Я последний день упустил, но я на самом деле это сделал специально, чтобы не было... Как будто я зажал деньги на благотворительность. Но я прямо после этого полгода вообще не подходил к этому делу. Поэтому я делаю еще одну попытку на видео. Делаю ставку на видео. Друзья, это еще не все. Я вам обязательно покажу, как мы с Дмитрием вдоили корову. Я расскажу вам смешную, забавную историю, связанную с записью этого сюжета. И, конечно же, расскажу об условиях конкурса, где у вас будет возможность выиграть тренировку. И так, обо всем по порядку. Когда мы записывали это интервью, Дмитрий так в порыве эмоций решил высказать, насколько ему сильно понравилось то, как мы делаем, как мы сделали первое интервью с ним. Вот такое он сказал нам. Я повторюсь, я хочу в эфир это сделать. У тебя настолько качественный контент. И настолько я удивил. Помнишь, когда мы с тобой только познакомились, я же как бы не особо все эти ютуберские вещи делал. Ты сказал там, Фрэви Франч Ти Ви, приглашаю. Я ничего не знал об этом канале, поэтому там не сразу согласился, не сразу мы с тобой встретились. А когда мы начали с тобой работать, я просто прозрел от того, насколько качественный контент. Просто молодцы, ребята. Просто молодцы. Нам было, конечно, очень приятно это услышать. Мы порадовались, что нас действительно считают профессионалами. А когда я пришел домой и начал разбирать технику, снял с себя рекордер, на который записывал свой звук, то оказалось, что я воткнул штекер, петлички не в то гнездо. Не в гнездо для микрофона, а в гнездо для наушников. И мой звук не записался. Я понял, что надо что-то делать. Это катастрофа. Моего звука нет. Будет очень тихо, шумно, некачественно. Поэтому мы решили записать все мои вопросы заново. В тех же локациях, чтобы была та же акустика, та же атмосфера. Иначе это будет сильно выбиваться. В тех же местах, в тех же позах примерно. Тебе не интересно слушать интервью, где есть только вопросы? Ну, нет ответов. Я уверен, что у нас неплохо получилось. Вот все фразы в течение этого интервью, которое вы слышали, мои фразы, конечно же, они были записаны отдельно. В другой день. И, собственно, то камео Дмитрия, оно было связано именно с этим. Я в этот момент разговаривал с воздухом буквально. Ребят, смотрите, Дима на самом деле вот в синей футболочке сидит вот там в зале. А мы сейчас как будто общаемся с ним на камеру. Ну, а теперь давайте конкурс. У вас есть возможность выиграть тренировку в клубе Smart S. Что для этого нужно сделать? Конечно же, поставить лайк, подписаться на канал, включить колокольчик и написать комментарий. Ну, сегодня у нас тема посвящена спорту. Давайте об этом поговорим. О фитнесе, о спорте, о вашей мотивации. Может быть, какие-то забавные случаи и с залом. Может быть, что-то связанное со здоровым образом жизни. В общем, тема такая широкая. ЗОЖ, фитнес, спорт и ваши личные и персональные истории на этот счет. И, конечно же, буду особенно признателен за то, что вы будете делиться этим интервью в социальных сетях. В Фейсбуке, в Инстаграме, в сторис и так далее. Если вам понравился сюжет, пожалуйста, поделитесь с друзьями. Мы делаем качественный контент и вот такие вот репосты в социальных сетях это один из наших основных способов продвижения на самом деле. Поэтому, если хотите сказать нам спасибо, то поделитесь нашим этим выпуском с друзьями. На этом все. Но, как обещал, небольшой сюрприз в конце. Для тех, кто досматривает до конца, будем стараться что-то такое делать. Посмотрите, как мы с Дмитрием Дубилетом играли в Nintendo Switch. Увидимся. Пока. Дим, ты давно корову доил? Давненько. Давненько, но доил. С единственной класса в последний раз? Нет, почему? После Дума. Нет, это где-то в пятом классе наверное доил. У нас коза была, я коз очень много доил в свое время. Серьезно? Да. У нас даже одно время у моей бабушки и девушки коза жила на девятом этаже в многоквартирном доме. Это было типа одна или две недели. И ты там на балконе была. Перекантоваться. Нет, по-моему, тогда она была недоительная, так сказать. Игра называется Двойной Удой. Сейчас мы будем с тобой доить коробой. Нет, здесь надо стоять друг другу лицом. Так. Ты, не надо бить корову. Это не как у вас на втором этаже. Я просто очень переживаю, когда соревновательный момент возникает, я очень боюсь проигрывать. Я буду поддаваться. Так что мне делать? Вот сюда вот нажми. В чем суть? Что нужно делать? Нужно вот так вот аккуратно, имитируя движение. Вот представь, что это вымя коровы. Вот так. Приготовься. Прижимать нужно? Да нет, просто вот так держи, как будто это. Так. Смотри, меня женщина хвалит. У меня хорошо получается. Здравия, что ли, я доил коров и коз в своем детстве. Я просто летом жил у бабушки в подгороднем. Это под Днепром. Всего. Вот. И там у нас было полноценное хозяйство. Ха! Кажется, я выиграл. Называешь себя еще телевизиончиком. У тебя победа. Ну, конечно, победа. 8 стаканов надаю. Ты же у нас тоже теперь уже бородач. Мне кажется, пошар. Я иногда то в ту лигу, то в другую перехожу. В зависимости от нагрузки. И у тебя же есть седьмой айфон. Ты знаешь, им классно можно бриться. Конечно. я проверю. Но это китайская версия. Не, Так. Потому что X-ом тоже можно, но не так. Они уже сделали расстояние между стеклом и корпусом меньше, а раньше реально вот проведешь вот так и несколько волоском ты не останется. Это ужасно. Сначала они избавились от этого, разъема для наушников. Потом убрали вот эту бритву. Смотри, значит, нужно бриться. Надо просто представить, что это бритва и вводить по лицу. Так, Дима, начинай бриться. Я вообще не могу понять смысл пока. Что происходит? Кому-то так нравится бриться, что даже игру придумали? Да. Кто цель в аудитории этой игры? Ну, помимо сумасшедших телевизионщиков. А, это была, что? Это была демо-версия? Блин. Здесь очень странно, что происходит. Так, И что сделать? Повернулись. Так, теперь будем друг друга брить или что происходит? А, продолжать надо бриться. У нас кровь в стихушку увезут. В стихушку увезут. Что происходит? А что такое? Быстро надо добриться. А, он специально не показывает, где, чтобы... Понял, да? Все. Ты 55% разобрил. Да, ну, подожди, я надоел 8 стаканов, у тебя один. А тут 87 против 55. Ну и бей свое молоко, я зато буду гладко. У тебя нет шансов конкурировать с моей портативной приставкой. Я не сомневаюсь в этом. Мне нужно к тебе приехать, а это всегда со мной. Так. Я могу вот в офисе встать, в любом удобном месте, начать бегать. Ноги тоже нужно задействовать? Да, конечно, конечно. А как она понимает, что она их задействует? Слушай, не надо вот хакать систему, надо просто поверить в то, что она умеет. Так, хорошо, окей. Просто бежать и все? Поднимите руку, когда заебривают. Так, ребята. Что делать? Что делать? Бежать надо. Все. На месте, правильно? Бежать? Да. А что нужно делать? Надо было поднять, когда... А, ну, я фабрировала полминута назад. Все, Дим. Вот так. Видно было, конечно. Бег, это моя фишка. Исюша, ты знаешь, я как-то даже чувствую себя как после фитнеса. Скажи, я же еще правильное освещение и музыка, а то ты не понимаешь.